Столб пыли, горы металла и поломанного бетона. Так выглядит площадка рядом с Ледовым дворцом спорта на Молодогвардейской. Подрядчикам предстоит провести полный демонтаж, после которого останется только котлован и частично сваи. Работы выполнили процентов на 15, а сострой площадки уже перенесли все коммуникации. Разбирают дворец в центре города, поэтому подход бережный. Внутрь здания журналистов не пускают, находиться там уже опасно. Работы по демонтажу идут полным ходом. Сейчас разбирают стены. Кульминации стоит ждать к концу этой недели, когда приедет тяжелая техника. Большой экскаватор со специальными ножницами. Ими будут резать фермы, металлические конструкции, которые поддерживают кровлю стадиона. В результате чего без лишнего шума и пыли крыша просто сложится внутрь. Откуда ее будут разбирать уже по кусочкам. Оборудование, пригодное для спорта, сохранили. Произведен частичный демонтаж того оборудования спортивного, которое в дальнейшем можно использовать, которое передано Минспорт. Это хладоустановки, частично оборудование зала, всякие панно. То, что может быть использовано на спортивных площадках или на открытых спортивных площадках. На демонтаж дано два месяца. После на этом месте начнут возводить новый дворец спорта. Здание будет выше, шире, длиннее старого. Площадь увеличится почти в два раза. С 14 тысяч квадратных метров до 26 тысяч. Здание будет выполнено в стиле модернизм с элементами античной архитектуры в виде галереи клонат. Вперед на площадь выдвигается галерея, в которой возможен доступ как на один уровень, так и на второй. Там можно будет собираться, прятаться от дождя. Проект нетиповой. Вместо одного ледового поля будет целых три. Основное – тренировочное и лед для керлинга. Уникальность в расположении площадок будет два яруса, один над другим. Вместимость главной арены – 5 тысяч мест. Здесь же можно будет проводить и концерты. А после завершения строительства предстоит благоустроить площадку вокруг. Памятник Высоцкому вернут на прежнее место, а рядом высадят деревья. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.